Глава 24. 2СБ. 4. Бромо. 2.5. Димитокси. Фен. Этиламин. Так получилось, что решающий ответ, который, как надеялся Шура, раз и навсегда прояснит, выполнит ли у Урсула свои обещания, пришел ему в письме. Вопреки ожиданиям Шуры, этот ответ оказался не настолько твердым и окончательным, однако достаточно убедительным, чтобы заскоречить в нем надежду. Он позвонил мне в четверг, чтобы зачитать отрывки из письма. В письме были и страстное желание, и печаль. Урсула уверяла Шуру, что Дольф знает, что их браку пришел конец, и она скоро оставит его. Вместе с тем она предупреждала, что эмоциональное и психологическое состояние ее мужа довольно нестабильное. Порой она опасается, что он может потерять контроль над собой и совершить что-нибудь ужасное, если она не сгладит его боль и не убедит Дольфа в ценности его собственной личности. Прежде чем я от него уйду, писала Урсула, в душе он должен понять, что я всегда буду беспокоиться за него и что во всем случившемся его вины нет. Урсула умоляла Шуру поверить, что разрыв с мужем не займет много времени. Она должна поступить именно так и разойтись с супругом любовно. Иначе, заключала она, наше блестящее будущее будет омрачено чувством вины. Я сама начинала верить ей. Ей свойственно сострадание, сказал Шура. Безусловно, я могу понять, почему она хочет закончить свои отношения с мужем как можно мягче, хотя лично я не думаю, что это самый мудрый способ. После прочтения письма Шура спросил, не хотелось бы мне приехать на ферму в пятницу после работы, чтобы остаться у него на выходные. Я поколебалась всего лишь секунду, прежде чем ответила, что с огромным удовольствием приму его приглашение. В пятницу вечера мы с Шурой приняли наркотик под названием 2СБ, который Шура определил как один из своих самых любимых препаратов и одно из лучших своих открытий. Он сказал, что этот психоделик действует относительно недолго, примерно часов 5-6. В отличие от МДМА, объяснил мне Шура, этот препарат обостряет все чувства. Ты будешь наслаждаться едой, запахами, цветом и осязанием. Прикосновение к коже, например, тут он взглянул на меня с невозмутимым выражением лица, и прочие стороны сексуального контакта принесут с собой немало удовольствия. Я кибнула в ответ, сохраняя такое же серьезное выражение лица. Большинство людей не могут достичь оргазма после приема МДМА. Однако 2СБ не оставит таких ограничений, в чем, надеюсь, ты убедишься сама. Шура попытался изобразить нечто похожее на вожделение, а я расхохоталась при виде его смешной физиономии. Думаю, для начала мы попробуем небольшую дозу, предложил мне чуть не смутившийся Шура. На мой взгляд, 18 мг даст тебе эффект на 3 с плюсом и при этом не приведет к замешательству. Я приму столько же. Он выдал мне бокал для вина, на дне которого белело совсем немного порошка, после чего долил туда чуть-чуть воды, сказав, это вещество медленно растворяется, поэтому здесь нужна теплая вода. Залив белые кристаллы порошка водой, Шура вернул мне бокал и попросил подождать. Мы тщательно взбалтывали содержимое бокалов, пока белые частицы полностью не растворились. Затем Шура сказал, я хочу, чтобы ты попробовал этот препарат сейчас, до добавления сока, просто чтобы почувствовать его на вкус в чистом виде, потому что вкус это одна из грани характера наркотика. Пусть даже ты попробуешь его без сока, один единственный раз. Я улыбнулась, вспомнив, как Липа дразнивал Шуру маленькими душами наркотиков. Я сделала маленький глоток. На вкус 2СБ был совершенно не похож на МДМА, но не менее отвратительный. Так что я сказала, да, сожалею, но мне придется добавить сока. Нет проблем, ответил этот спартанец, в холодильнике есть яблочный сок, по крайней мере, теперь ты знаешь, какой вкус спрячешь под соком. Уж конечно, сказал я, это незабываемое воспоминание не оставит меня долгое-долгое время, поверь мне. Я переоделась в халаты в течение всей переходной фазы, это время между первыми признаками начинающегося под воздействием наркотика изменения, до вступления его в полную силу. Я спокойно сидела на диване. Шура сообщил мне, что переход может занять от 45 минут до часа, а само действие наркотика продлится около 3 часов. Я сказала Шуре, что хотела бы прочувствовать переход сама, и поэтому он ушел в кабинет поработать. Спустя полчаса я отправилась в ванную комнату, где все приготовила заранее. Забралась в ванну, наполненную теплой водой, и стала знакомиться с природой 2СБ и его проявлениями в моем теле и разуме. Прежде всего я заметила легкое движение, висевших рядом с раковиной полотенец для рук и слабое мерцание зеленой занавески для душа. Зрительные эффекты, подумала я, удивительная терминология. Через несколько минут я поняла, что хотя с моим телом все было в порядке, про остальную часть себя я этого сказать не могла. Казалось, передо мной проходили мои худшие недостатки, неаккуратность, неорганизованность, ненадежность. Я видела их один за другим, словно они проходили парадом. Во мне стал закипать гнев и подниматься презрение по отношению к этому жалкому шествию, когда, выдав резкий комментарий, вмешался мой наблюдатель. К тому же, разумеется, мы обладаем самым худшим из недостатков, постоянно осуждаем и не прощаем себя. Тебе даже в голову не придет так обращаться с кем-нибудь из друзей, что дает тебе право относиться к себе с меньшим терпением и сочувствием, чем к другу. Бросай это дело. Чувство юмора медленно возвращалось ко мне. Хорошо, хорошо, я справлюсь. Выбравшись из ванной, я почувствовала в теле то, что назвала вибрацией энергии. Это было довольно приятное ощущение. Я надела подхалат свою чудесную сексуальную французскую сорочку бледно-голубого цвета. В спальне я смотрела комоды, шторы, напольную плитку и с удовольствием отметила, что мысль о том, что здесь уже побывала Урсула, перестала мне казаться важной. Я была в другой реальности, и она не имела ничего общего с той, где была Урсула. Одетый в халат Шура, растянулся на кровати. Он спросил у меня, как ты себя чувствуешь? Ну, лучше, чем раньше. Какое-то время я переживала все свои худшие стороны, и одновременно была и заключенным на скамье подсудимых, и судьей. Но это прошло. Шура заметил, с 18 мг передозировки быть не должно, если только у тебя не окажется повышенной чувствительности к данному препарату. Я заверила его, что прекрасно себя чувствую, никакой передозировки. А как твои ощущения, поинтересовалась я? Восхитительно. Когда я сняла свой халат, Шура посмотрел на меня и спросил, и что ты собираешься делать в сорочке? Ты что-то имеешь в виду, спрашивая у меня, что я собираюсь делать в сорочке. Это моя единственная, лучшая и самая сексуальная сорочка, и предполагается, что она сразит тебя на повал. Шура сбросил халат и сказал, не верь ее в то, что в постели надо лежать одетым. Как можно ощутить кожу другого человека, когда ты с ног до головы упакован вот в такое одеяние? Кроме того, ночью всегда в нем запутываешься. Вздохнув, я позволила бледно-голубому шелку соскользнуть с моих плеч и упасть на пол. Шура выключил ночник, оставив из освещения лишь подсвеченную шкалу на радиоприемнике. А я тем временем забралась на кровать и леглась на спину, чтобы оценить потолок Шуриной спальни, который оказался бледно-кремового цвета. Неожиданно Шура лег на меня. Словно со стороны я услышала свое сбившееся дыхание, когда его язык проник в мой рот. Я закрыла глаза и ответила на поцелуй. Внутренним зрением я видела голубые небеса за огромной крепостной стеной. Я знала, что где-то справа возвышаются сторожевые башни, хотя не могла их видеть. Я стояла в траве. Вблизи росло несколько маленьких маргариток и множество дванчиков. Оказалось, что высевшаяся передо мной стена построена из желто-коричневых камней, поросших мхом. Рядом с ней я чувствовала себя совсем крохотной, почти малюткой. У меня было такое чувство, что все это мне смутно знакомо. И это ощущение не было ни приятным, ни отталкивающим. Это был мой мир. Мир, в котором я жила. Здесь было одно место, которое я считала своим. Я знала, что любила играть там, где стена уходит в высокую траву. Туда я и направилась. Забравшись на холм, я пошла по траве, мимо луговых цветов. Потом я вспомнила, что где я была на самом деле, то есть в обычной жизни. Чем занимался мой язык и горло, и что странный рот Шуры вытворял со мной. Я была в постели с мужчиной, которому принадлежал и который принадлежал мне. И мы занимались любовью под легкой гудине небольшого напольного обогревателя и музыку Бетховена. Но вот мой новый образ захватил меня. Он был соткан из всевозможных оттенков красного, кораллового и розового, пурпурного и бордового. Цвет принял форму тела, гладкого, скользкого и сильного. Мы были мужчиной и женщиной, Шивой и его невестой, увенчанными великим танцем. Мы сходились и расходились, чтобы сойтись вновь. Мы слились в один узел огромной сети, связавшей нас со всеми остальными людьми в мире, которые занимались любовью. Мы стали той точкой, куда стремятся все линии жизни, точкой, откуда исходят все линии жизни. Казалось, что кое-где на красном фоне мелькает золото. Нас окружала вечность, поэтому мы не двигались, наши губы и руки замерли. Мы были, нас ничто не разделяло. После мы накинули халаты и пошли на кухню. На плите стояла кастрюля с супом из черных бобов, которые я принесла из дома. Оставалось добавить суп немножко хереса и приправ. Я включила плиту и оперлась на покрытый кафелем пол, дожидаясь, когда Шура вернется из ванной. Теперь воздействие 2СБ выражалось лишь в виде легкой пульсации энергии внутри моего тела. Я замечала ее, если специально обращала внимание. Ножки красного кухонного стола светились, и вся кухня казалась живой от наполнявшего ее мягкого света. Внезапно около стола возникло нечто. Оно было размером с человека темного черно-коричневого цвета. Я не могла разглядеть его черты. Физически присутствия не ощущалось, но чувствовался живой разум. Я поняла, что это нечто с презрением улыбается мне, являя собой воплощение умышленного зла, обладающего силой. Это был враг. Я уставилась на него, гнев затопил меня. Какого черта ты здесь делаешь? Убирайся отсюда. Ты не можешь дотронуться до меня. Я наполнена добротой и миром, и я обладаю силой десятерых, потому что в сердце моем чистота, как сказал Ланцелот. Или Гавейн, или еще кто-то там. Темная, похожая на человека фигура, по-прежнему оставалась на своем месте и намеренно в небрежной позе, наслаждаясь моей злостью и излучая превосходство. То, что я сделала потом, внушило мне знание, которого не было в моем сознании. Я стала понимать, что борьба и противостояние были духовной ловушкой. Чтобы уничтожить этого врага, я должна была использовать его же оружие, играть по его же правилам и на его поле. Я также догадалась, что он преуспел в подобных играх гораздо больше, чем я. Но я вовсе не хотела научиться играть в них. Я сделала единственную вещь, которую только могла сделать. Закрыла глаза и сложила руки так, словно прижимала к своей груди ребенка. Я нарисовала воображение этого ребенка, которого обнимала, просто образ ребенка. Я выбросила темную фигуру за пределы собственного мира и полностью сосредоточилась на воспоминании о том, что значит любить, заботиться, кормить, прогонять страдания и боль. Я стояла на кухне и позволила любви наполнить себя. В этот момент существовало лишь это явление любви, и я погрузилась в него всем своим существом. Когда я в конце концов открыла глаза, сгусток темноты уже исчез. Пришел Шура, и я разлила суп в тарелки, попросив его достать ложки. Мы отправились в гостиную, где я усадила Шуру и объявила, что буду знакомить его с телевидением. Постепенно, пообещала я, никаких крайностей, что-нибудь восхитительное и английское, вроде шоу «Вверх-вниз», которое он должен увидеть хотя бы раз в жизни. Шура скептически хмыкнул, но протестовать не стал. Через несколько минут просмотра он увлекся и пришел в полный восторг, на что я и надеялась. Я уселась в свой любимый уголок на диване и решила поразмыслить о том, что случилось на кухне, прежде чем рассказать об этом Шуре. Мне что-то открылось, но потребуется какое-то время, чтобы узнать, что именно. Кое-что здесь все-таки очевидно. Если ты будешь отвечать злу ненавистью, то проиграешь. Ненависть принадлежит темной стороне сущего. Да, искушение поступить именно так очень велико. Тебе хочется напасть на противника, поразить его, подавить, уничтожить. Но все эти эмоции – это его оружие. Может быть, полученный урок заключается в том, что если ты действительно хочешь сказать твердое «нет» тому, что этот темный, неясный образ представляет, ты должна отказаться от прямого противоборства с ним. Ты просто становишься тем, чем он не является – любовью. Ты воплощаешь в собой любовь. И стоит тебе сделать это, как он исчезнет. И получается, что его вообще никогда и не было. Когда мы с Шурой легли спать, прижавшись друг к другу, я сказала ему «Спасибо тебе за этот опыт с 2СБ». Он был очень необычен. Я опишу свои ощущения завтра утром, обещаю. И отдам копию тебе. Молодец, похвалил меня Шура. Мы засыпали подлившуюся из радиоприемника мелодию Моцарта и щебетание пересмешников за окном спальни.